Всем привет, ребята! С вами Андрей Чент и это мой новый влог. Начнем мы с того, что скоро должна быть видеожара, а меня туда не пригласили. И дело в том, что раньше приглашали, звали, я думал там снимать новое шоу, договорились когда-то. И под Новый год у меня был формат такой, как черный ящик, я думаю, многие его помнят. Я нахожусь на партнерке Юла. Видеожару всегда организовывают партнерка Эйр. Это как бы две конкурирующие компании, в общем-то, на Ютубе, можно сказать так. И однажды я просто смотрел, искал помещение для съемок этого черного ящика, смотрел у своей партнерки, смотрел у партнерки Эйр, они показывали, что у них есть, и в итоге я потом остановился на том, что я буду снимать на своей партнерке, потому что те не требовали еще дополнительную какую-то рекламу. Эйр сказала, да, мы тебе предложим, но так как ты не наш партнер, тебе нужно будет рекламировать то, то и то. Ну, а это новое шоу, я, вы понимаете, если есть возможность снять без какой-то лишней рекламы, лишней какой-то назойливой, то я постараюсь это сделать. Вот, и я сказал, окей, спасибо, и потом сказал, что я у вас снимать не буду, буду снимать, в общем-то, в другом месте. Как бы я отменил дату съемки. Ну и снимал у себя на партнерке, встретились с ребятами и так далее. Они, наверное, посчитали, что я обязан у них снимать. Если я у них посмотрел помещение, то я уже больше нигде не имею права его смотреть. Только у них. Очень бредовая идея, согласитесь. И они, наверное, обиделись. Ах так, ты снял видео у своей партнерки, а не у нас. Мы тебя не пригласим на видео, Жару. То есть они морозились, морозились, я пишу, ребят, ну вы же, что там, типа я приглашенный. Они там, ой, у нас там поменялось руководство, какие-то критерии. Критерии, я говорю, какие критерии, я уже даже живу в Киеве, вы блогеров с России некоторых везете. Я в Киеве живу, мне даже не надо снимать ни жилье, ничего, то есть. Ну, короче, я пол, что-то на самом деле полный мороз был. Поэтому, ребят, кто хотел меня видеть на видео, Жаре не получится. Скажите спасибо видео, Жаре. Вот, и компании Air. Но это ничего, на самом деле, это не самое страшное. Просто думал, что встречусь с ребятами, с блогерами, другими пообщаемся. На самом деле, это одна из таких возможностей, когда много блогеров собираются вместе и могут поговорить. Как-то поделиться впечатлениями за год и тому подобное. Ну, ничего, ничего, есть кальянная Black White. Может быть, кто захочет после видео Жары, туда подъедет. Может быть, тоже как раз подъеду в Кальянную и там сделаю такую мини а-ля свою мини Жару. Ну, если, конечно, будет достаточно приглашенных блогеров, с которыми я общаюсь. Вот, какие еще новые новости? Сейчас, в общем-то, пойду на новую почту и заберу усилитель сигнала телефонного. Потому что в кальянной Black White, кто уже был у меня в гостях, мобильный телефон практически не работает. И я нашел такую штуку, то есть где-то увидел в интернете, что вот есть такая вещь, как усилитель сигнала. Ставится на улице такая антенка, направляется на телефонную вышку и внутрь помещения тоже загоняется антенка. И она вот как раз дублирует, передает и уже в помещении появится мобильная связь. Вот, так что кто у нас был в кальянной Black White или кто будет, мобильная связь уже появится и можно будет спокойно общаться. Потому что мне бывает тоже неудобно, когда мне кто-то звонит, у меня пропущенные звонки, связь недоступна, теперь появится. Вот, и сейчас еще пойдем за машиной, потому что у меня были очень жесткие проблемы с машиной. У меня стерлись передние колодки, машина плохо тормозила. У меня была проблема, у меня все свечи в машине, которые разбираются в машинах, они полностью практически сгорели. Сгорела одна катушка, проблема была с выхлопной системой, проблема с лямбдозонтом, проблема с катализатором. Короче, жопа на жопе была. Прям одна жопа больше другой. То у меня два колеса было порванных, вот, так что сейчас вроде бы уже практически все вопросы решили. Надо подойти, посмотреть, и я надеюсь, что это было не сильно дорого. Я ремонтируюсь, ребята, это не реклама в ДДК мотор. Вбивайте ДДК мотор, они находятся, в общем-то, возле Киева, и они ремонтируют, но в основном только дорогие машины. То есть там Porsche, в основном у них Porsche, там Audi, такие более, ну, дорогие машины. То есть не дешевые. Вот, ну, делают классно. Мне вот когда-то же они вот уже год или два назад, они делали мне мотор на Субарике, и по дереву постучу, все шикарно. В плане мотора вообще даже масло не жрет. Прям под каждым словом подпишусь, и кто не поверит, покажу. Вот, поэтому сейчас поедем за машиной. Я всегда только им машину, в общем-то, стараюсь доверять, потому что знаю, что там сделают хорошо. И повезем, у нас была София в гостях, то есть Снежкина, маленькая сестра, повезем ее в село, и может быть еще заедем потом к себе на работу в Black White. Вот, монтируется новый вложек, точнее даже он уже заливается, новое видео, спасибо, что смотрите на моем основном канале. Поехали! С предыдущего влога начали многие писать, что ж вы издеваетесь над собакой, почему она в клетке. Ребят, я вам скажу так, все кинологи, с которыми мы общались, сделали наоборот, что вот вольер, это первое, что нужно. Потому что если не будет вольера, собака не сможет понять, что правильно, что неправильно. Некоторые говорят, вот собаку нужно выгуливать, вы же ее не выгуливаете. Ребят, это домашние собаки, есть некоторые собаки, коты, вот вы же котов не выгуливаете, у кого коты есть, сейчас скажут, ой, ну это же кот. Да, ребят, у нас есть собака, была и есть, ее зовут Кнопа, ей 9 лет, и она приучена к пеленке просто дома. Она никогда не гадит на пол, на стены, и она, да, она не выгуливает, ну мы бывает гуляем с ней на улице, но чтобы именно целенаправленно, там, 3 раза в день, нет, такого у нас нет, и она приучена к пеленке. И они нормально себя чувствуют, и мы с ними играем, мы с Ачи играем. Но Ачи, он не приученный к пеленке. Вот самая большая проблема, мы его купили, когда ему был год, и он жил на улице, он приучен к улице. И мы пытаемся всячески приучить его к пеленке, чтобы он ходил туда, куда нужно, и это возможно. И кинологи сказали, что один, что другой у нас, что правильно вы сделали, что в первую очередь вам нужен вольер. Вольер для того, чтобы, во-первых, оградить зону поражения, где он все обсыграет и тому подобное. Тем самым им нужно наладить его поведение, и вольер в этом помогает. Сказали, что бить его можно, только а-ля очень помогает газетой. То есть у собаки очень высокий болевой порог. То есть вы можете его рукой бить, да, вам кажется, что вы его бьете, а ему кажется, что вы его гладите. Я вам так утрированно говорю, что ту боль, которую испытывает человек, собака испытывает в разы меньше. Поэтому она может даже это в радость делать, когда вы ее типа ругаете. А вот почему-то так доказано, не знаю почему, можете сами писать в комментариях, вот собаки не любят, когда их бьют газетой. Возможно, их пугает этот шум, шорох этот вот. Не знаю, но им не нравится, когда газетой ругают. Вот. Сказали, больше просто проводить что с ней времени, играться. Если продолжает гадить, то не кормить. Не кормить день, два, три. Это не издевательство, это рекомендации кинолога. Вот. Вот как-то так. Ты сейчас опять напишешь, а вот не кормим. Но мы его кормим, ребят, мы его кормим, нам его жаль. Держит Валерий, еще не кормит. Он кушает, все хорошо, просто мы пытаемся его приучить. И некоторые говорят, просто вот вы гуливаете, а что вы с ним не гуляете. Мы с ним гуляем просто. Еще раз говорю, мы гуляем не три раза в день и так далее. Поэтому мы пытаемся приучить его на пеленку. Если у вас овчарка, то ясно, что овчарку вы на пеленку, ну, в теории приучите, но это жопа полная, когда овчарка срежет на пеленку. А чиха, это как кот. Ну, вы же кота не выгуливаете. Хотя есть таких, кто выгуливает и кота. Поэтому мне просто было непонятно. Столько было недовольствия от подписчиков, что типа мы издеваемся над животными. Ну, просто бред. Некоторые люди просто не разбираются. Для чего нужен вольер. Некоторые думают, что мы удовольствие просто получаем от того, что мы его посадили в вольер. Наоборот, мы потратили деньги для того, чтобы его переучить. Как-то поменять его поведение и тому подобное. Если бы нам было бы насрать бы на собаку, то, скорее всего, мы уже ее бы продали. Либо куда-то отдали, либо еще что-то. Я не спорю, что такие мысли посещали нас, что бывало так насырал, что думал, «Господи, зачем эта собака?». Но с другой стороны, это как бы член семьи. Мы пытаемся все-таки разными способами как-то что-то изменить в его поведении. Он очень хорошая собака. Он игривый. Но мне временами непонятна его психика. Вот вообще непонятно. Он меня боится, но временами вроде и не боится. Может просто пойти насыкать везде. И он понимает, что это неправильно. И все равно это делает. Это вот больше всего бы вывешивать, что он назло делает очень многие вещи. Представьте, бывают такие моменты, что ты приходишь, а у тебя просто куча... Там куча 3-4 говна везде. Все засыкано где-то около 7-8 мест. Все воняет, все разбросано и то подобное. Что бы вы делали? Вы бы радовали жизни, наверное? Наверное, нет. Давайте будем открытыми и честными сами перед собой. Если у вас был бы такой каждый день просто срач, вы не понимаете, какого хрена ты собаке даешь все, оно вот так вот поступает. Я думаю, вы бы как минимум начали бы тоже думать, как же решать эту проблему. Это, наверное, пишут те люди, которые устраивают дома срач и бардак. Поэтому не нужно писать, что мы там издеваемся с собакой. Ребята, с собакой никто не издевается. Она, когда мы дома, мы ее выпускаем. Она не постоянно в клетке сидит. Мы ее садим. Это даже не клетка, это вольер. Это просто место, огражденное для нее. Для того, чтобы зона поражения, где она сыт, срет и подобное, была хотя бы в той зоне. И он даже сам обсыкает клетку, да, и того подобное. Но мы хотя бы понимаем теперь, где убирать. А когда ты приходишь, у тебя все засыкано, и ты даже временами не сразу находишь, где это все засыкано. Ты потом запахом, потом подвинул тумбочку, бля, и там моча. Вот мы недавно подвинули во второй комнате кровать. Мы даже не знали, что там моча. Мы подвинули кровать, а там с кровати течет. А так не было уже видно, потому что вытирали, оно под кроватью еще было. Поэтому это полная задница, но мы все равно пытаемся переучить, надрессировать, и чтобы собака вела себя правильно. Вот. И она не страдает. Мы любим животных, мы не садисты и тому подобное. Мы пытаемся поменять его поведение, психологию. С попугаем у меня все намного проще. Она тоже любит хозяйничать. Том не дала мне курточку немного погрызла, потому что она на плече сидела. Но такое бывает. Нужно воспитывать, дрессировать. Животное это такое существо, что с ним нужно работать. Поэтому буду вас, в общем-то, оставить в известность, как, что происходит, какие методы помогают с дрессировкой собаки. Потому что я уверен, что у многих есть собаки, которые просто дома засыкают, засырают и просто все уничтожают. А некоторые люди, у меня даже есть такие знакомые, которые просто этого не выдерживают. И они отдают собаку в другие руки. Реально есть такие, не буду называть имен, но есть такие люди в моем окружении, которые сначала имели собаку, а потом, в общем-то, отдали ее в другие руки, потому что они не смогли смириться с тем, что у них дома постоянный срач, везде нагажено, нассано и тому подобное. Вот. Мы пока что пытаемся этим бороться. Поэтому, не понимая, бывает, некоторые не догадываются, некоторые люди, которые мне там писали в предыдущем видео, типа, о, почему вы ее не выгуливаете, вы издеваетесь над животным и так далее. Также еще, ребят, хотел парить по кальяну. Многие спрашивали, что, Андрюха, у тебя с кальяной. Пока что тяжело. Пока что тяжело, потому что не такое количество людей, как мне казалось, ходит сразу. Мне почему-то кажется, что нужно просто больше рекламы. Причем больше рекламы не только на моем канале YouTube, а именно где-то извне, на Google, у каких-то инстаблогеров. Мне кажется, основная проблема даже в том, что просто об этом месте мало людей знают. И даже не говорится о том, что там просто галимая атмосфера, либо невкусные кальяны. Ну, то есть, либо, какие-либо другие причины, почему туда люди не ходят, да? То есть, например, пришел раз и больше никогда. Мне кажется, основная проблема в том, что просто об этом месте не знают. А вопрос, ну и правильно, откуда бы они узнали? Ну, подписчики некоторые мои узнали. Кто-то вообще кальяны не курит. А кто-то вообще живет в другом городе. Кто-то живет в другой стране и просто не может побывать физически в нашем заведении. И вот, наверное, это одна из основных проблем. Хотя мы каждый раз работаем над тем, чтобы все улучшить. Сегодня забрал на почте усилитель мобильного сигнала. Поэтому кто-то у нас был в гостях, теперь у вас всегда будет мобильная связь в нашем заведении. Потому что мы якобы находимся не в подвале, но в глубке такой, в глубине земли. Ну, это не землянка. Ну, короче, это первый этаж, но он немножко такой, как бы, в земле. И там очень плохо работает мобильная связь. По временам практически вообще не работает. И я вот, в общем-то, купил усилитель мобильной связи и теперь должно быть в помещении. Всегда можно будет дозвониться и поговорить. Вот. Так что такое тоже один из плюсов. Вот. А так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Стараемся каждый раз улучшать. Стараюсь всегда завозить еще больше и больше табаков. Снежка поет ругается. Блин, Андрей, зачем столько вкусов? Зачем столько табаков? Зачем ты столько покупаешь? Ну, я считаю, если у нас кальяны, у нас должно быть много вкусов. Я не расширяю именно линейку производителей. У нас на данный момент это Даля Щербет. Нахло. Ну, как-то Нахло не сильно популярное. Так получилось, что... Нахло не сильно вкусно. Как-то она сухая немного, да. Мне кажется, что Нахло мы будем потом понемногу выводить с нашего, в общем-то, ассортимента. И так же непопулярная получилась, как Адалия Блэк. Вот. Она по вкусу какая-то такая вот. Она хорошо вставляет в голову, но вкус мне ее не сильно нравится. Может, кому-то нравится? Мне так себе. А вот. А так вот популярно-то у нас Адалия Щербет. И Фумари. Фумари. Милана. И Дарксайд. И Милана не так много. Вот Танж у нас тоже есть. Но Танж тоже он суховатый. Но некоторые люди любят Танж. Но вот Дарк мне даже по вкусу нравится больше. Вот. И я еще заказал там еще одну поставку. Поэтому у нас всегда очень много Дарка вкусов. Очень много вкусов Щербета. Фумари. Адалии много. Такие вот самые более популярные. Чуть-чуть меньше у нас уже идет Милана. И Танжа. Где-то также примерно Адалии Блэк. И меньше всех-всех-всех. Хотя где-то вот Танжа и вот Нахлы. Где-то одинаково плюс-минус. Вот. Ну, табаков очень много именно вкусов. Потому что производителей есть очень много. Но есть самые популярные. И вот мы их любим курить. Мы лично вообще любим курить легкие табаки. Это вот Щербет, Фумари, Милана, Адалия. Вот это, наверное, наш топ-4. Которые мы там со Снежкой любим подымить. Дарксайд редко. Ну, бывает. Хочется что-то крепкого, но редко. Потому что Дарк тяжелее. В голову дает. И вот бывает оно заходит, бывает нет. Я думаю, те, кто курил Дарк, меня могут поймут. Или те, кто курит легкие табаки. И потом попробовал Дарк. Я думаю, меня понимают. Мы больше любители почувствовать вкус табака, много дыма. Чем почувствовать, как дало в голову и тебя расслабило. У нас мы больше любители первого состояния, чем второго. Вот. Поэтому сейчас, в общем-то, тоже едем в кальянную. Но, говорю, по посетителям пока хотелось бы лучше. Но никто, в общем-то, не расстраивается. Обидно, но не закрывается. Мы улучшаем. На днях вот сейчас будем встречаться со строителем. И доделывать летнюю террасу. Потому что у нас она собрана, но у нас нет крыши. А сидеть на террасе, когда нет крыши все время. Грязь, дождь и тому подобное. Нужно это все доделать. Сделать крышу. И все будет очень классно. Вот. Летом будет классно там сидеть. Мы там, может быть, еще что-то придумаем. Как-то как раз стуку-то наведем. Может, какие-то шторки там даже сделаем прикольные. Ну, то есть, какую-то декорацию, думаю, мы тоже проведем. И дай бог, чтобы были просто люди. Какие шторки там задымлено будут. Не, мы там что-то кидалишь, придумаем. Посмотрим. У меня, в общем-то, есть идеи. Вот только что поехал, Борис, частная компания. Падла, оно стояло на светофоре. Оно не включало, в общем-то, сирену. Мы начинаем ехать, оно в этом момент включает сирену и начинает лететь. Но некоторые вот дебилы даже на частных машинах скорой. И, падла, ну включи ты заранее, чтобы мы слышали тебя, что ты едешь. Нет, оно начинает только трогаться, включает сирену, что оно едет. Да, он просто. Он создает для себя аварийную ситуацию и для других. Я не против, что таких нужно пропускать. Но ты же заранее включаешь, а не ты даун уже на красный летишь и только включаешь сирену. Придурки, блин. Ладно, ребят, поехали мы. Black White, заходите в гости. Все информации будут в описании. Такой у нас разговорный видеоролик получился. Но я думаю, что интересно и, в общем-то, мысли вслух. У нас, ребята, теперь каждый четверг день кино. Поэтому приходите. Начинаем мы где-то в 9-10 часов. И где-то два фильма мы смотрим. Пока что поставил на паузу, смотрели Rampage. Завели еще, ребята, антенну. С улицы теперь в нашем помещении. Нормально ловит мобильная связь. Потому что до этого, из-за того, что немного как бы спрятано. То есть как бы как... Не то, что в подвале, но там плохо пробивала мобильная связь. Поставили уже связь. И уже скоро начинаем, ребята, доделать летнюю площадочку. Здесь будем делать крышу. Вот эта антенна. Кажется, как телевизионная. Но нет. Это для того, чтобы ловить хорошо мобильную связь. Вот. И вот здесь вот уже в ближайшие дни будем делать накрытие. Будем тут красоту наводить. И очень классно здесь будет вообще на свежем воздухе сидеть. Курить кальянчик. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть. По возможности улучшаем, улучшаем наше место. Для того, чтобы можно было круто отдыхать. Впереди лето. А на улице как раз классно курить кальян. То есть сделаем такую приятную атмосферу. Главное, чтобы было для кого. Это самое приятное, когда приходят посетители, подписчики. Говорят, что круто, нам понравилось. Вот. Поэтому все для вас, ребята. Скоро, потом покажу, как все будет строиться. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Развиваемся. Улучшаем. Огромный вид табаков вообще у нас приехал. Вот такая вот у нас атмосфера. Где табаки. Просто посмотрите, какой вообще огромный ассортимент. Приехал огромный ассортимент. Дарка. Дарк, 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 дарк. Немного танжо. Фумари, фумари, фумари. А далее, Милана, Щербет. То есть, ну, согласитесь, выбор неплохой. Поэтому ждем вас в гостях. И будем отдыхать вместе. Делаю вот такие вот, ребята, трафареты. Пришли мне с Алиэкспресса. То есть мне нужно было снять клейкую ленту, переклеить на прозрачную ленту. А потом прозрачную ленту приставить сюда и отдирать. Ну и потом в итоге получаются вот такие вот, как по мне, очень симпатичные картинки. Как вам, ребята, напишите в комментариях. Мне кажется, что прикольно. То есть я старался там как-то по стилю позаказывать на наше заведение. И вроде бы очень даже... Ну, сейчас еще работа пристает на часа два. Оттирать это все правильно, чтобы осталась только картинка. А вот эту вот пленку надо снимать. Ну что, мы закончили. Снежка мне помогла, мы закончили быстрее. Опа! Ну, вот так вот. Легкий декор. Но мне кажется, смотрится симпатично. Не требуется сильно много умений и знаний. Но, слушайте, мне нравится. Это еще как бы не все. По чуть-чуть, по чуть-чуть они привозятся. Чуть-чуть заполняется. Разбавляем декор. И смотрим Орел и Решка.